Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня покажу вам парфюмерные туалетные водички, которые я отобрала на июль. На целый месяц я решила все-таки по месяцу снимать. Смотрю так интереснее для зрителей, потому что не все смотрят косметички, кого-то больше интересует парфюмерия. Поэтому так. Обливаться с ног до головы в жару я буду вот таким вот аквавайбом. Это от Эйвен, туалетная вода. Сейчас буду я искать. Фруктово-цветочный аромат, мандарин, ландыш и янтарь. Мне вот эта голубенькая больше всего нравится. Их было три варианта. Сейчас, по-моему, в каком-то из каталогов летних они вернули, потому что зимой не было. Ну, это как парфюмированный спрей идет. Классный. Мне очень нравится этот аромат. Он такой легкий, приятный. Можно им с ног до головы обливаться. Такой какой-то фруктово-свежий я бы его назвала. Мне кажется, вот этот ландыш, наверное, свежесть придает. Ну, нравится. И здесь целых 100 миллилитров. Не пожалела я, что купила. Буду пользоваться. Летом прям рука тянется. Так, сейчас я выкопаю. Следующий аромат. Это через эскейп. Такой крышкой, которая нифига не держится. И это у нас уже цветочно-фруктовый аромат. Зеленое яблоко, фиалка и белый мускус. Тоже он... Я что-то даже уже забыла, чем он пахнет. Помню, что собиралась им пользоваться летом. Он, по-моему, и выходил в прошлом году. А может, и не летом. Нет, не помню. Не буду врать, когда он там выходил. Мне вот из всех черешей больше всего понравился этот аромат. Он такой сладенький. Яблочко здесь чувствуется. Он тоже такой летний, приятный. Но хотя им можно и в любое время года пользоваться. Зимой, когда не хочется каких-то тяжелых сладких ароматов. Тоже почему бы и нет. Очень пылесобирающая, конечно, упаковка у этого аромата. Дальше. Самый тоже, что ни на есть, легкий аромат. Из серии ТТА. Это все. Иван. Зеслав. Тоже фруктово-цветочный. Мне больше нравятся вот такие вот фруктово-цветочные. Какие-то свеженькие ароматы с морскими нотами. Так, здесь у нас грейпфрут, джасмин и мускус. Хочу хорошенько поносить этот аромат. Он очень-преочень легкий такой. Как-то даже неожиданно для этой серии. Но и нестойкий. Что самое обидное. Потому что стоит он, как бы сказать, не очень-то дешево. Сейчас, наверное, в каталоге уже тысячу. То и больше, наверное. Вот. Ну ладно, хоть 50 миллилитров было. Я когда заказывала, почему-то думала, что 30. Очень такой легкий, свеженький, зеленый аромат. Тоже можно обливаться с ног до головы. Единственное, конечно, вот с собой не поносишь. И поэтому я вот его уже отлила себе в атомайзер. Не знаю, держит он, не держит. Что-то вроде в прошлый раз протекал. Ну, чтобы на работу с собой брать. Потому что вот это вот в сумке вообще не унесешь. Очень тяжелый флакончик. Многие говорят, что нестойкий. Я, наверное, соглашусь. Но вот хочу еще хорошенечко его протестировать. И уже окончательно сложить свое мнение. Ну, не знаю я. Конечно, плохо, что нестойкий. Хоть и легкий. Так, следующий аромат. Тоже недавняя моя покупка. Это Амур. Также из серии ТА. Цветочный аромат. Цитрус, жасмин и мускус. Повторяются ноты. Да, как вы заметили у Эйвона. Также вот когда какое-то видео. Там снимаешь коллекцию парфюма. Все. И вот подряд зачитываешь вот эти ноты Эйвоновские. И они везде там повторяются. Поэтому и ароматы узнаваемые. Поэтому и похожи друг на друга. Ну, не знаю. Я как-то привыкла уже за много лет, что занимаюсь Эйвон. Пользоваться этими ароматами Амберу, которые нравятся. Этот аромат мне тоже очень нравится. Уже повторно я его купила. Он тоже легкий такой. Здесь чувствуется и цитрус, и жасмин. Более такой поярче, например, чем The Slav, даже чем Череш, мне кажется. Легкий, но сочный такой аромат. И он уже по стойкости нормально идет. Не час-два. Так, что тут еще есть? Полноразмерок. Тоже последняя. Ну, не новиночка. Ну, у меня новиночка, так скажем. Это Ив Элеганс, цветочно-фруктово-мускусный аромат, гранат, жасмин, янтарное дерево. Опять жасмин. Ну, я жасмин люблю, поэтому даже иногда и специально покупаю ароматы. Здесь вот чувствуется такая фруктовая сладость. Ну, жасмин тоже есть в базе. Это однозначно, это повтор аромата Femme, или Femme, Femme, кто как называет. Мне он очень нравился, и вот сейчас, когда он мне пришел в последнем заказе в подарок, я прям решила сразу его поставить в использование, потому что соскучилась по нему уже. Хороший аромат. Так, из Эйвен еще взяла вот такую вот малышку. Инкадесенс Энджой. Без коробочки. Это тоже такой летний, солнечный аромат. Он уже идет цветочно-цитрусово-древесный. Аккорд цветов подсолнуха. Итальянский мандарин и янтарь. Уже все забыла. Кто чем пахнет. Ой, вкусненький тоже такой. И цитрусовые ноты хорошо так слышатся. И цветочные. Тоже понравился аромат. Хотела бы полноразмерную версию. Может потом как-нибудь прикуплю себе. И нравится мне, что он желтенький такой, позитивный. И сам вот этот вот шарик такой темно-желтого, ближе к оранжевому цвету. Прямо лето-летнее. И он уже тоже по стойкости нормально идет. Да я говорю, вот этот вот, знаете, как в семье не без урода, так и здесь. Вроде аромат хороший и все, но совершенно не стойкий. Так, и из Нилейвана, так скажем, хочу взять малышку вот эту вот от Версачи желтый. Бриллиант или как он там называется. 5 миллилитров у меня такая вот, она без распылителя идет. Кажется, как будто он там застрял. Вот, так, нашла ноты, не поленилась. Сейчас открою. И самой было интересно тоже, сколько видео я сняла, показывала его, показывала. Сама даже и не знаю. Так, основные аккорды цитрусовый, цветочный, желтые цветы, пудровый, сладкий, свежий, белый цветы, фужерный, акватический, фруктовый. В верхних нотах лимон, груша, бергамот, нероли. Ну, или нероли. Средние ноты, мимоза, фрезия, водяная лилия, африканский апельсиновый цвет. И в базе мускус, гвояк и амбра. Очень приятный аромат, тоже нравится мне. Уже год, наверное, пользуюсь, но не так часто. Он у меня как-то вот теряется в коробке с ароматами. Но он такой свеженький, действительно. И от бергамота есть какая-то свежесть. И от водяной лилии. И лимон. Да, такой цитрусовый. Цветочный, свежий аромат. Классный. Конечно, полная версия стоит страшных денег. Но мне этого, мне кажется, еще не на один год хватит. Я экономлю. Парад на выходной. Так, и вот осталась у меня одна вот такая малышка. Было две, пока собиралась я снимать. Одну уже прикончила. Так, это у меня осталось Dolce Gabbana. Dolce Floral Drops. Отливантик такой мне лиля присылала. Это у нас цветочный, фруктовый, свежий, зеленый, акватический, древесный, мускусный, пудровый аромат. Желтые цветы также в нем присутствуют. Верхние ноты яблоко, нероли, цветок, папайи, персик. Средние ноты водяная лилия, нарцисс, аморилис, пазовые ноты, кашемировое дерево, мускус и сандал. Тоже классный аромат. Что-то даже жалко просто так пушикать. Приятный такой. Тоже свеженький. И вот эту водяную лилию, мне кажется, я везде ее слышу, где она только есть. Нероли пахнет. Как-то вот фруктов я здесь не чувствую особо. Мне кажется, больше цветы какие-то сладкие такие. Классный аромат, тоже хорошо держится. И последнее. Это тоже, наверное, поливашка будет с сайта Parfum de Paris. Приходили мне на обзор, в общем, такие вот водички. Это у меня аналог воды Light Blue Dolce & Gabbana. Основные аккорды цитрус, дерево, зеленый, свежий, фруктовый. Принадлежит группе цветочно-фруктовых. Верхние ноты яблоко, кедр, колокольчик, сицилийский лимон. Ноты сердца, белая роза, бамбук и жасмин. База, амбра, мускус и кедр. Мне очень понравился этот аромат. Я не знаю, конечно, насколько тут процентов совпадения с оригиналом. Но такой мне тоже хорошо зашел. Потому что оригинал я себе позволить не могу, так скажем. А вот такую штуку почему бы и нет. Тем более, если на тестирование присылают, я никогда не отказываюсь. Потому что всегда интересно попробовать что-то новенькое. Я ссылку на сайт на этот оставлю. Если кому интересно, там есть и другие, много других ароматов. Ну, не реплики, а как сказать, аналоги. Вот. Хороший аромат. Тоже на лето. Вообще классно. Такой и свежий. Приятный, неудушающий. Можно облиться с ног до головы и пойти. Он, кстати, неплохо тоже. Неплохая стойкость у него. Ну, вот такое небольшое видео получилось. У меня не так много ароматов, чтобы там прям по 20-30 штук набирать на месяц. Поэтому я тут собрала почти все свои летние такие более-менее легкие ароматы. Так как жарища стоит невозможная. Поэтому вообще ничего не хочется. Не мазаться. Не брызгаться. Ничего. Просто лежать, я не знаю, какой-нибудь простыней мокрой укрыться и лежать. Не шевелиться. Большое всем спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok